Приветствую вас! Вы, наверное, знаете и слышали, что в клятве, которую дают при заключении брака, люди обязуются быть друг другом и в радости, и в горе, и в печали, и в счастье. То есть, во всех жизненных ситуациях. Так вот, говорят так, радоваться вместе могут все, переживать горе могут далеко не как. И прохождение вместе, в качестве пары, а совместных негативных переживаний, эмоций, выступает проверкой для ваших отношений. Для их крепости, для их долговечности, для их стойкости и так далее. И очень важно, чтобы в этот момент вы понимали, ради чего это происходит. Если это происходит по обоюдным целям, по обоюдному согласию, то есть каждый из вас понимает необходимость этих негативных эмоций и терпит их во имя общей благой цели, то тогда вас это сплотит. Но если цели и восприятие этого разные, если нет единого понимания, единой точки зрения относительно причины подобного негативного переживания, то это вас только отдалит друг от друга, и на этом фоне начнутся ссоры, скандалы, крики, и, возможно, расход, разрыв отношений. Поэтому, однозначно ответить на ваш вопрос нельзя. Можно лишь предположить и опереться на то, как каждый из вас, находясь в паре, относится к негативу. Если относится схожим с вашим взглядом, то, скорее всего, все будет хорошо. Если нет, то рано или поздно начнутся разногласия, проблемы, разночтения, непонимания и прочее. То есть для получения более конкретного ответа вам нужно более подробно описать свою ситуацию и показать по возможности, как относятся к ней вы и ваш партнер в отношениях. И тогда уже на основании этого можно будет сделать вывод. Сплачивает вас трудности? Или наоборот, разделяет, разлучает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго.